Хочу велосипед, планшет, большую куклу. Новогоднюю елку украшают письмами с самыми заветными желаниями. Сейчас их уже больше 600. Письма мечты воспитанники приюта «Ровесник» развесили вместе с главой города Олегом Фурсовым. Совсем скоро наступит особенный праздник, когда чудо ждет каждый. Машина на пульте управления, потому что ее можно катать. Автомат с патронами, потому что он больше всего нравится. Глава Самары также поможет сбыться детским мечтам. Он выбрал несколько желаний, которые обязательно исполнит. Три, давайте, четыре. Ну что, наушники и колонка. Вот такое интересное желание. Набор художника. И у нас гири, гантели и коньки. У нас, знаете, за 8 лет 10 тысяч наших жителей приняли участие в этой акции, помогли детям осуществить мечту, организовать праздник. И из года в год количество граждан, желающих помочь, принять участие в этой акции, а шириться, это очень хорошо. Давайте вместе делать хорошие праздники для наших детей. Также Олег Фурсов передал ребятам новогодний огонь, от которого зажгутся другие елки желаний в городе. Олег, ты мой тез, вот я вручаю тебе, ты как старший среди этой группы ребят, да, и Оля, и Даша, чтобы вы этот огонек передали на каждую елку новогоднюю в нашем городе, чтобы везде он горел и светил тем людям, которые хотят нести добро. Верхние строчки в рейтинге новогодних желаний традиционно занимают игрушки, телефоны, компьютеры и спортивный инвентарь. Почувствовать себя добрым волшебником может каждый самарец. Для этого нужно снять с волшебного дерева письмо и подарить ребенку новогоднее счастье. Елки желаний установлены в районных центрах семья и в городском департаменте семьи, опеки и попечительства. Акция продлится до конца декабря. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.